Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я вам прочитаю сказку из книжки, которая называется «Ключик к дружбе». Сказка про цветное стёклышко. Девочке Люси дождик был не нужен, она и так постоянно ныла. Выбегут на небо тучки, а Люся ноет. Ну вот, пасмурно, гулять нельзя, покажется солнышко, а Люся опять. Жарко, ох уж это солнце, глаза ослепит. Дождик пойдёт, лужи грязно, снег выпадет, холодно. Всё ей было не так. Злюка Ветер был очень доволен Люси. Её и расстраивать не надо, она и так всё время куксится. Сама ноет и другим настроение портит. Прелесть девчонка, радовался Ветер. Но Люся её настроение не нравилось. Стала она солнышку жаловаться. — Почему у всех настроение хорошее, у меня плохое? — Давай сначала разберёмся, почему ты его остальным портишь, — ответила солнышко. — А как же иначе? Что же я с плохим настроением одна буду ходить, а все с хорошим? — Да, это совсем никуда не годится, — возмутила солнышко. А Люся сказала, — я помогу тебе улучшить настроение. Но тут без волшебства не обойтись. — Волшебства? — Интересно стала Люся. Получается, она была просто девочкой, а станет волшебницей. — Иди туда, куда мой лучик укажет, — велела солнышко. И Люся пошла, шла-шла, и вдруг видит, в траве что-то блестит. Наклонилась она и подняла цветное стёклышко. Посмотрела сквозь него и ахнула. Был мир вокруг серым и тусклым, а стал синим, волшебным. Синие деревья вокруг стоят, синие птицы в небе летают, синий солнце сияет. И люди вокруг небесно-синие. Не иначе, как Люся, в сказку попала. Ну, а коли ты в сказке, тебе уже не до грусти. — Ура, ура, я волшебница! — закричала Люся. — Я в сказку попала. — Люся, а нам покажешь? — стали просить ребята. — Конечно, покажу, только по очереди. Стали ребята в стёклышко смотреть и тоже радоваться. Вот так Люся стала всем хорошее настроение дарить. А если снова грусть к ней пробиралась, она раз — и в стёклышко волшебное смотрит. И в сказку попадает.